итак друзья мои хорошие всем здрасте все кто подписан на этот канал и все кто смотрит про лично мой автомобиль хавейл джулион и сегодняшнее видео это как пережить зиму с хавейл джулион друзья потому что вот ну а даже прям сегодня морозненько и немножечко есть осадочек немножечко есть какие-то разочарования по поводу немножечко есть радость естественно куда же без нее по поводу того как жить с хавейл джулион вот на переднем приводе и без каких-либо супер возможностей внедорожных на вот зимних просторах россии матушки поэтому лично мои наблюдения очередное видео погнали ребят ну и самое первое что хотелось бы сказать как и об этом и говорил еще и прям в самом начале когда купил этот автомобиль это большой хэджбэк это большой хэджбэк с хорошим клиренсом да который там в принципе как у лады весты как у лады гранты может быть чуть-чуть повыше но друзья я на самом деле как говорил что это хэджбэк повышенной проходимости так и остаюсь этому приверженцем потому что это пузотерочка друзья мои возможно возможно на полном приводе у вас есть функционал того что жопа подтолкнет или если вы куда-то там где-то и как-то то блин вам можно назад выехать и у вас не только передняя ось толкающая или тянущая но еще и задние точно так же подключаются не тянут друзья мои но это вообще ни разу не бездорожник даже на полном приводе и буквально недавно я видел как хенды тусан на полном приводе садился на пузо и буксовал и этой зимой я видел как мы ниву толкали и даже принимал участие в ее раскопках и видел как уазик становился хрен пойми как в колее друзья мои и тоже буксовал и тоже помогали и куча еще всяких разных кроссоверах в которых люди верят в то что вот полный привод который реализуется только лишь за счет задней подключаемой муфты это волшебство и прочее друзья мои все эти кроссоверы с небольшим клиренсом и полным приводом подключаемой жопы это это просто кроссоверы это вот для жизни в городе по снежку поездить во дворах колею какую-нибудь пройти и с этим в принципе успешно справляется даже этот хавейл джулион но если вдруг если вдруг какие-то глубокие снега и вы машину на брюшко то посадили то тут уже полный привод не спасет и поэтому друзья мои записывайте то что вам необходимо будет купить хавейл джулион когда придут холода во первых друзья мои во первых положите не пожлобитесь положите одеялко но авто тепло допустим вот такой вот одеялка на мотор под капот него лишь ним не будет честно машина прогревается быстрее дольше сохраняет свое тепло и и непосредственно как-то даже помогает на трассе то есть когда ты едешь не так сильно теряется тепло решеточку тоже можно прикрыть друзья мои хотя бы частично то есть решетку радиатора вот эту самую большую вам тоже по хорошему можно частично хотя бы прикрыть дабы снизить поток холодного воздуха на радиатор и тем самым будет теплее в вашем автомобиле в принципе следующий момент очень сильно потеет то есть многие прям жалуются что вот потеет друзья мои здесь система климата она вот можно на авто выставить это вот по всякому да можно соответственно здесь вот там поуправлять немножечко климат системы и даже поток воздуха который у вас через обдув реализуется и дует в принципе на лобовик то есть там выставить непосредственно скорость потока воздуха и вам будет даже комфортно так ехать потому что до боковые стекла не знаю с чем это связано но потеют понимаю что разница температур снаружи и снутри создает конденсат и запотевание боковых стекол и на них должен поступать воздух друзья мои ну и фарду предыдущим у меня также было и в пред предыдущем фарду и пред пред предыдущие автомобили абсолютно все тоже самое поэтому ребят никто за вас это делать не будет то есть нужно нужен контроль понимаете не только автомобиля как вот рулить но еще и систему включать выключать управлять в принципе достаточно удобно к этому сенсору привыкаешь ребят и в принципе никаких проблем особо не создается то есть да мы едем видим что потеет переключаешь соответственно и погнал то есть тут поток воздуха закончился можно не сильно жарко делать до чтобы не было как вот прям в печке внутри автомобиля поэтому вот это все то что запотевание прочее друзья мои это целиком и полностью на ваше усмотрение вас же сюда вот как бы никто не звал да вы самостоятельно пошли получать права водительского удостоверения соответственно сами купили этот автомобиль вот и соответственно за рулем надо присутствовать не полагаться на системы какие-то которые есть а это автомобиль один из самых доступных в принципе из китайских и по сути вот как бы вы когда сели за руль да надо рулить надо управлять надо вникать в это во все друзья мои потому что ну иначе автомобиль за вас это все не вытащит не сделает поэтому если вам что-то не нравится управляете опять же лепесточки коробочка и прочее да не забывайте лить сотый бензин зимой это особенно сказывается положительно что машине проще завестись в морозы когда все новенькое все вот это вот комфортно качественно и здорово поэтому друзья мои да все факторы там чистый фильтр воздушный хорошие свечи хорошее топливо хороший живой аккумулятор это все способствует только лишь на улучшению того что в морозы автомобиль будет заводиться насчет всего остального друзья мои хорошие да надо и лопату сюда положить потому что покопать придется и лучше купить такую добротную хорошую лопату друзья мои цепи тоже пригодятся это тоже надо с собою друзья мои положить обязательно что заметил довольно таки интересный момент что на зиму колеса накачивать 2 и 2 атмосферы а в лето до 2 и 4 самое то потому что чуть-чуть приспущенные колеса ну да ну как бы оффроуд не даст соврать служит лучше по вот всяким вот таким вот рыхлым поверхностям поэтому 2 1 2 и 2 вполне хватает я вот делаю 2 и 2 и вполне комфортно передвигаться причем хотелось бы отметить опять что резина сайлун друзьям и как бы про нее кто там что не говорил она доступная и качественно то есть и тронуться на непосредственно каких-то подъемах обледеневших опять же выбираем режим значит сноу для того чтобы вам где-то трогаться мягко спокойно отпустили педаль тормоза машина сама начинает схватываться вы соответственно ей помогаете газом можно также по сугробам чтобы ездить и я этого на самом деле не знал мне подсказали товарищи по сообществу и от сообщества действительно есть много плюсов что необходимо еще и выключать дополнительные всякие системы которые тормозят мотор при том когда вы буксуете я на самом деле этого не знал вот по поводу резины сайлун за зиму показала себя вот у нас прошло два месяца это вот и сугробы и снег и морозы резина себя показала очень мягкой резина показала себя на дороге и на трассе великолепная она буквально через какие-то 500 километров перестала вообще шуметь то есть такое ощущение ты ездишь на обычных колесах ну чуть шумнее чем стандартные обычные то есть шипы практически не ощущается по леденелой дороге машина идет уверенно по обледенелой да вот в снегу она себя показывает достойно то есть пока на пузо машину не засаде что абсолютно спокойно гребет и едет никаких проблем не вызывает ну и опять же вот подъемы спуски машину держит хорошая резина на самом деле прям только положительные впечатления от резины сайлун опять же друзья сравниваю с nokia никаких ассоциаций там с какими-то michelin и прочими не могу привести в сравнение потому что ездил всю жизнь на nokia а сайлун достойно себя показал что еще хотелось бы вам пожелать друзья ну перед тем как вы начнете зимой эксплуатировать этот автомобиль вообще выяснить где у вас лежит петля буксировочная как открывается лючок буксировочный и непосредственно попробовать хотя бы один раз это все дело совокупить не и и обязательно друзья мои положить в багажник хороший трос прям не дешевый друзья прям хороший такой прям добротный трос для того чтобы была возможность вас вытащить это вот из особенностей ребят опять же запасные щетки стеклоочистители это по желанию конечно обледеневает вообще все у меня у соседа стоят вот эти алка зимние там nissan x-trail и вот человек поставил и все равно они мерзнут все равно как-то не крути но взаимодействие внешних температур у нас тут то оттепель бывает крайне редко то вот ты брызнул там водичка попала все равно это все намерзает независимо от ширины толщины есть у нас тут в районе еще сосед который купил китайские интересные дворники щетки стеклоочистители с двойными резинками тоже намерзает друзья мои прям между этих резиночек в аккурат то не и намерзает и потом они дубинеют и потом начинают скрипеть в принципе я пошел по пути наименьшего сопротивления докупил еще один комплект оригинальных дворников и по сути в принципе вышел поменял поехал все достаточно хорошая тема вот лично для меня как для водителя автолюбителя то есть когда намерзают эти их снял поставил другие и поехал дальше ну и самое важное друзья мои болезнь данного автомобиля которую я для себя лично обнаружил если еще как-то можно абсолютно спокойно друзьям этом сел на пузо до откопал автомобиль то есть вот четыре раза за этот год за вот эти два месяца я машину полностью с пузо выкапывал то есть ну вот ну там есть и отключение едешь мощно да вот но в какой-то момент все равно получается так что где-то снега под центральной частью автомобиля становится больше колесики просто вывешивается обратно уже все поздно передний как бы не вот полный привод в этом случае еще жопой может помочь то есть если что съехать обратно сдернуть а вот на передке к сожалению этого сделать не получается но но есть более глобальная проблема которую забыли просчитать почему-то конструкторы данного автомобиля либо не захотели либо это удорожание производства точно так же как вот регулировка ремня по высоте вылет руля то есть это это бюджетный хэджбэк такой кроссоверного типа ребят я все понимаю что любые кнопочки любые вот эти вот регулировочки это все автомобиль удорожает и при этом он станет дороже и соответственно он уже не будет помещаться в той цене в которой он есть сейчас ну естественно ваше внимание будет уже приковано немножко другим автомобилем поэтому это просто автомобиль особенно вот в моей комплектации он мне нравится потому что здесь все просто здесь есть все обогревы и при этом вот кстати могу заметить что что лобовик с обдувом греется вообще великолепно что сиденье подогрев что подогрев руля я всем этим пользуюсь и меня это очень даже устраивает то есть даже заведя дистанционно автомобили запустив из дома ты приходишь он уже обдулся как-то и вот соответственно я выставляю в основном обдув на стекла потом прихожу включаю залази сюда пока автомобиля обметать приходится залази и соответственно включаю обогрев лобовика обогрев задней части заднего стекла обогрева непосредственно зеркал включается включаю также подогревы сидений и в принципе пока я машину обметаю то есть ну минут пять еще проходит согревается абсолютно все с этим вопросов вообще никаких нет ребят вполне комфортно даже то что с дома ты не можешь вот это ты приходишь и в принципе там пока машину обмел сел и поехал так вот я про что еще хотел на заметочку вам оставить ребята то есть тут это вот я мне даже трудно сформулировать насколько я не удовлетворен подходом конструкторов данного автомобиля либо инженеров данного автомобиля либо маркетологов блин потому что взять и настолько вот не уделить внимание одной мелочи это прям ну не знаю это может быть надо совсем быть отмороженным может быть действительно экономили но в дверных проемах вот непосредственно вот там вот там задние вот и и багажного отсека да там набивается снега прям прям много ребят прям были пару моментов когда я думал что я уже металл погнул потому что набивается снег вода соответственно тут же тепло да и снег тает на 5 летит налетает и вот в проемы дверные вот это нижняя часть углы углы то есть на передних дверях вот в передней части где прям крылу прилегает вот самом низу вот это вот там налетает намерзает и задние двери точно так же вот тут вот прям вот где стоечка вот это там внизу и будто соответственно там внизу тоже наметает очень много и это все леденеет ребят и ты открываешь дверь ты вроде бы ехал или там машину с утра да вот как бы завел пока все тут обогревалось ты дверь открываешь и вот это вот в лед у тебя упирается просто угол дверной и такое ощущение сейчас либо краску снимет либо соответственно металл погнется вот прям настолько это прям больно или дверь заднюю открываешь багажник и вот это прям верхний каемка прям вот это в лед прям прям блин ты чувствуешь что как металл с краской ломает вот эту вот ледяную структуру и так было постоянно друзьям и я прям мучился я прям меня аж прям вот знаете как вот в душе прям распирала и не хотелось в это верить что так может быть но мы нашли решение то есть мы взяли заказали вот такого вот формата резиночку друзья мои вы сейчас можете видеть перед собой то есть это одна часть клеится на непосредственно металл со скотчем и непосредственно вторая часть примерно где-то сантиметр полтора это вот резинка как бархоточка такая такой резиновый язычок вот и мы наклеили по всем кантам двери то есть где не хватало но парадокс том что верхняя вот эта вот часть ребят вот прям окно где вот начинается вот здесь вот и вот так вот вдоль идет и вот до вот этой вот частью вот тут резинка есть и сзади точно так же сзади даже на нижней части двери такая есть резинка такая большая если откроете увидите но по нижней части вот по самой прям нижней части двери нигде нет резиночек вообще никаких и по передней части двери тоже нет никаких резиночек то есть аэродинамика ну наверно должна там что-то выдувать. Но, к сожалению, получается так, что это все копится, это намерзает, и вот в углах образуется вот эта фигня. А сзади в багажной двери, это просто вообще трэш, друзья мои. Ты, грубо говоря, даже щетка у тебя тут, ты вроде все вот так вот смел, ты открываешь, а у тебя там вот такая вот налить. И ты начинаешь ее пытаться с... Она же заледенела, и вот не всегда это получалось успешно. И две щетки пластиковые, вот эти со скребком не дадут соврать, они уже в мусорке, вот. И как бы хорошо, если снежок мягкий, то есть ты там вроде вымел, там вот эти петли огромные, а ты и там вроде бы залез, там пальцами поковырял, все это убрал, все, то есть закрыл, все, почистил, поехал, и можно через пять минут опять открывать и вычищать. Вот эта беда меня прямо аж коря... коробило, коряжило, корожило. Короче, вот мне было плохо от этой мысли. Ну и, соответственно, мы взяли резинки, двери по передней части, это непосредственно где дверь с крылом стыкуется, вот это вот, вот крыло переднее, и вот дверь, друзья мои. Вот где они стыкуются, мы вот тут резиночку по канту налепили и прям понизу налепили. Вы знаете, важно в теплом помещении, обязательно в теплом помещении купите праймер, по-моему, так эта штука называется, то есть это такой тюбик небольшой, который как лак, ребят. И вот им прям проходишь, то есть сначала помыл, почистил, то есть чистенько все, потом обезжиривателем прошел, и потом уже, когда оно просохло, вот этим праймером проходите и потом только клеите 3М-овский скотч, да, который есть. То есть отдираете аккуратненько, вымерили там, хоп-хоп-хоп-хоп. Короче, много действий занимает. Процедура заняла примерно где-то часа, ну три, ну вот совсем. Очистка, мойка и прочие всякие штуки. И по поводу задней двери еще. Я видел, что покупают, продают вот эта колхозная такая штука. Мне прям очень не понравилось. То есть резинка такая прям большая племба, и она клеится именно на вот металл крыши и вот на багажник вот этот спойлер. И вот такой вот пласт резиновый сверху. Блин, смотрится просто отвратительно. Вот как ветровики. Ну, я не знаю, для меня это отвратительно, для вас, возможно, нет. Но вот ветровики вот это вот такой, немножечко, знаете, как деревенский такой стилек. Еще вот монеток можно напихать по всему вот этому канту. Можно вот тут вот понавешать всякого. Тут лошадей, каких-нибудь коней, я не знаю, тут драконов каких-нибудь. Можно наклеек вот так поналепить. Можно на руль что-нибудь там себе нарисовать. Ну, как бы, вот есть такой момент, когда люди вот делают вот, и в моем понимании вот эта резинка широкая, наклейка сверху тоже такой себе. Поэтому мы аккуратненько с внутренней стороны багажника, вот где вот это спойлер там и прилегает крыша, мы просто взяли и приклеили тот же самый кант вот что и здесь. И все, друзья мои. И после этого уже было порядка где-то пяти снегопадов. Вот я сейчас снимаю, это где-то примерно две недели уже прошло. Ничего нигде не примерзает. Ничего никуда не надувает. То есть даже если вдруг там и попадает что-то, ребят, ну, через какие-то, да, там оставшиеся щели микро, то это настолько мало. То есть это прям вот там пять-десять снежиночек лежит на порожке. И все, ребят, я забыл про эту проблему. А багажник вообще радует. То есть ты прям хоп, открываешь, а там ничего не нападало. Ну, если ты сверху не смел, ты открываешь, и да, у тебя тогда там какой-то снежок упал. Ну, вот ты его щеточкой взял, смел и поехал, друзья. Поэтому вот примерно так вот жить с Хавейл Джулион зимой. То есть тепло, комфортно. Автомобиль очень радует по теплу именно в салоне. Автомобиль очень радует по комфортности. Подвеска отрабатывает великолепно. То есть нет каких-то жестких пробоев. Хотя вот это все и вот и колейность, и прочее. Машина едет, ползет за счет резины. Очень резина порадовала. Хоть и недорогая, но прям порадовала, друзья мои. И прям я очень доволен. В плане вот работы с климатом меня не затрудняет там перещелкнуть, выставить обдувку, да, чего, как. То есть это все меня порадовало. И вот как бы повторюсь, одеяло, которое у меня лежит под капотом, оно прям очень сильно помогает. Во-первых, под капотка пачкается меньше, мотор и прочее. То есть вся грязь остается на этом одеяле. Я его вытащил, стряхнул, обратно постелил и дальше поехал. Плюс это согревающий эффект имеет для мотора. Вот, соответственно, ему тепло. И решетку я себе на зиму не закрывал. Ну и трассовых режимов у меня крайне мало, поэтому вполне хватает и вот этого конфига. То есть, в принципе, подводя итог всему вышеизложенному, автомобилем зимней эксплуатации я доволен. То есть пройдет еще какое-то время, почти вот 20 тысяч пробег, если быть точным, то 19 875 километров. Я посмотрю еще, расскажу вам еще, ребят. Но пока какого-то негатива за почти 20 тысяч километров у меня, честно говоря, именно к автомобилю, как к автомобилю, не возникло. Насчет тормозов, ну да, вот поменяли при помощи Дениса. Я на него в благодарность. Ссылку оставлю опять внизу в описании под этим видео. Никаких проблем. Все вот, все ездит, ничего нигде не скрипит. Когда машина постояла, конечно, с утра, может там где-то пискнуть, но это вот, ну, пока это вот там чпок и все, и поехал. И потом целый день ничего не пищит. И даже вот, когда она снова постоит, трогаешься, ну, бывает там что-нибудь чуть-чуть пискнет. Но это вот только в момент, когда ты трогаешься, только когда первый раз у тебя колодки коснулись тормозного диска, друзья мои. После этого никаких вообще вопросов. И тормозит великолепно, и ничего не бьет. И, в принципе, уже где-то в районе 5000 километров будет. Поэтому все пока достойно. Вот, все, что хотел рассказать, рассказал вам. Спасибо за внимание. Берите на вооружение мои лайфхаки, если они вам полезны и пригодятся. Надеюсь, помогут. То есть, особенно вот этот лайфхак с резинками, ребят, это прям вот то, что доктор прописал. Внешне вот только по нижнему канту видно. Но, опять же, если взять и чуть выше резиночку эту приподнять, то вообще видно не будет. Но у меня автомобиль черный, резинка черная, мы их обработали силиконом, и вообще их не видать с позиции, вот стоя рядом, там, с полметра. Вот, вообще не видно. Поэтому, вот, как-то так. Вот я так сделал, так поступил, а вам, как поступить и как сделать, это вы решение принимайте сами. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, и следите дальше за продолжением моей истории с Хавейл Джулион. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok